В полевых условиях не всегда есть возможность помыться и привести себя в порядок. Брать с собой бутылки с водой неудобно. Сухой душ очень простой и вместе с тем удобное изобретение для военных. Главное преимущество перед мылом – его не нужно смывать. За такие комплекты бойцы не устают благодарить. То, что вы делаете, на самом деле, какое дело, хорошее. Я уже говорил, мы даем моя помощь, что собирается, не только в нашем городе, но и в нашем сайте. Для сухого душа нужна тонкая губка «Дарнит». Продается в хозяйственных магазинах. Ее разрезают на небольшие кусочки, затем пропитывают специально очищающей пеной и упаковывают. В другой пакет помещают отрезок тонкого рулонного полотенца и инструкцию. Даже кладут пакетик с пропитанной губкой и выпускают воздух. Готово. Мы закупили три рулона «Дарнита», три рулона салфеток. А сейчас на подходе должны прийти пять канистр пятилитровых с этим раствором. То есть, ну, на тысяч, на сорок у нас сейчас уже будет комплектующих. Не остались в стороне и серебряные волонтеры города. Они изготовили уже более тысячи таких комплектов. А теперь делятся опытом с жителями города. Женщины считают, что помогать бойцам – их гражданский долг. Мы посылки делали, формировали. Сначала жителям ЛНР, ДНР, потом солдатам формировали, потом свечи делали, потом сети маскировочные изготавливали. Сейчас уходит душ. У штаба ресурсного центра «Сердце Югры» есть заявка на изготовление 100 тысяч таких наборов. Добровольцы собираются привлечь к этому процессу максимальное количество жителей, в том числе школьников и пенсионеров. Сегодня участие в мастер-классе приняли около 80 горожан. Дарья Горельцева, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».